МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подключите телевидение от компании Интеркомтел. 49 каналов по цене 100 рублей в месяц. Прием заявок по телефону 939393. Подробности на сайте icomtel.ru. Здравствуйте. Это программа Актуальна. В студии Лия Лапшин. Сегодня у нас просто прекрасная тема для разговора, потому что мы будем говорить об истории успеха. И новость-то сама замечательная. Фильм «Каждый 88-й» Ивановской киностудии «Наследники» попал в программу Международного московского кинофестиваля, который стартует буквально через месяц. Я напомню, что этот кинофестиваль топовый на самом деле кинофорум, потому что он входит в четверку лучших кинофестивалей мира. Поговорим с человеком, имя и фамилия, который ассоциируется и с самой киностудией «Наследник» и с фильмом «Каждый 88-й» сценарист и режиссер Дарья Лебедева. Даша, здравствуй. Спасибо, что пришла. Ты прям буквально свечишься от счастья. Здравствуйте. А ты такая красивая сегодня и счастливая, потому что тебя ждет, ну, новые и в твоей жизни в том числе приключения, как участника кинофорума, потому что это новая строчка и в твоем портфолио, участник московского кинофестиваля, что тоже, наверное, очень важно. А может быть и потому, что я и ничего не угадал. Как на самом деле? Все угадали. Самая главная радость для всей киностудии, то, что мы теперь сможем немножко легче делать свои следующие проекты, потому что когда мы будем представляться, мы не просто теперь киностудия из Иваново, а мы киностудия из города Иваново, которая стала участником московского международного фестиваля. Ну и, конечно, я вчера очень удивилась, как отреагировал наш город. Помимо того, что поддержали просто все репортеры, практически все СМИ о нас написали. Обычные жители города просто на улицу подходили, поздравляли, обнимали. Весь город радовался вчера. Я вообще с гордостью говорю, в Москве особенно, что мы снимали целым городом. И всю зиму нам писали люди, ну когда уже, как там результаты, ну мы куда-нибудь прошли, ну как там. Все интересовались, и когда вчера выстрелила эта новость, все начали делать репосты во всех соцсетях, все начали ликовать, потому что мы снимали целым городом. Зимой была непростая история. Мы уповали на берлинский фестиваль, потому что многие продюсеры, которые посмотрели наш фильм, сказали то, что здорово, у вас есть шансы. Мы послали заявку, молились, и одновременно с этим отослали заявки еще во многие зарубежные фестивали. Потому что думали, что после Берлина нас сразу везде с руками оторвут. Но мы не прошли, но прошли многие фестивали категории «Б». И у нас стоял выбор, либо терпеть до лета, до Московского кинофестиваля, или там до Кинотавра, предположим, либо пойти на фестивали категории «Б». И все-таки мы решили потерпеть, подождать, как бы тяжело это ни было, и забрали заявки с Греции, с Франции, с Болгарией, вот, скрипя сердце. Потому что, когда мы отпускали эту синицу, мы не были уверены в том, что поймали журавля. А потом, когда еще не прошли на Кинотавр, Московский, это был последний фестиваль, от которого мы ждали ответа. И когда мы получили письмо от дирекции фестиваля, конечно, радости не было предела, мы чуть крышу просто не проломили. Даша, это такая весьма рискованная стратегия, заявиться на кинофестиваль категории «Б», а потом понимать и надеяться, что мы достойны лучшего, и все-таки ждать, ждать решения уже совсем другого жюри, и, наверное, другого уровня, и отзывать заявки. Это вы только принимали эти решения? Или вам люди все-таки помогали там, да, и в какой-то момент вас уговаривали, потому что вы говорили, нет, я хочу в Грецию, я хочу туда-то, тем более нас там ждут, и нас там уже принимают. Вы знаете, очень тяжело такое решение понять самой, потому что у меня нет опыта на крупных фестивалях. Нам очень помог с этим Алексей Боков, он директор и продюсер кинофестиваля «Зеркало». Этот человек просто объяснил то, что у фестиваля тоже существует определенная стратегия, и иногда лучше выждать. Поэтому, может быть, мы очень ждем еще и «Зеркало» в этом году, потому что мы готовим небольшой сюрприз от киностудии. Алексей очень помог. Я сейчас сразу хочу подробностей. Что значит сюрприз от киностудии на кинофестивале «Зеркало»? Вы какую-то еще работу представляете, о которой мы и не знали, но она будет уже участником Ивановского кинофестиваля. И речь идет о чем-то другом. Речь идет о показах. О показах на открытом воздухе, будет называться «Ближе к звездам». Будут эти показы проходить на крышах. Одна из крыш, например, это будет крыша Серебряного города. Это будут показы конкурсных работ в том числе, но вы организатор. Да. Мы организаторы совместны с «Зеркалом». Нам просто очень приятно нынче поработать плечом к плечу, потому что мы очень любим «Зеркало», мы считаем, что это фестиваль. Настолько жизни в наш город, настолько задает новое дыхание нам всем. И энергии хватает на целый год. Мы очень любим «Зеркало» и рады, что в этом году честь такая быть в организации тоже. Что здесь, на ваш взгляд, из множества критериев, почему вот это, пока локальная победа состоялась, могло сыграть решающую роль? Тематика, формат, а я напомню, что это короткий метр, молодость, энтузиазм его создателей, то, что фильм был произведен отнюдь не в столице кинематографического искусства России, в том, что помогали и жители города, о чем вы сказали. Много моментов. Вы сейчас уже выцепляете, чтобы объяснить прежде всего себе, почему случился такой успех. Ну, во-первых, о создателях. Они ничего не знают, когда смотрят фильмы, отборщики. Поэтому молодость списываем со счетов. А о городе производство тоже. Поэтому они, мне кажется, не знают, где это было произведено. Пока. Мы им расскажем обязательно. Мне кажется, тематика плюс качество, потому что качество у нас, конечно, очень здоровское. Мы снимали на голливудскую технику, на высшего класса. Специально брали очень объективы, расширяющие. И тематика, безусловно. Потому что нынче фильм «Открытие» тоже посвящен теме аутизма. И я считаю, что эта тема, о которой долго молчали, наконец-то начала всплывать. Наконец-то они и начали говорить вслух. И если фильм «Открытие» на эту тему, и наш фильм, это о чем-то говорит. То есть это актуально сейчас. Об этом готовы говорить. Даша, а я могу сделать вывод, уже исходя из результата, что фильм «Участник кинофестиваля», что вы тогда, когда только принимались за эту работу, начинали снимать и снимали весь процесс как фестивальное кино. Хотя вот определение, что такое фестивальное кино, я в двух-трех словах, естественно, не дам. Но тем не менее. Вы знаете, прежде всего, когда мы снимали этот фильм, когда работали над ним, мы понимали, для кого мы это делаем. Мы, прежде всего, это делаем для людей. Я хочу, чтобы он был понятен людям, которые столкнулись с проблемой аутизма. Это обычные люди, обычные семьи. Я хочу, чтобы он был понятен моим родителям. Чтобы он был понятен обычным иландским ребятам. Чтобы, когда они его посмотрели, им было смешно на смешных моментах, и они плакали на трогательных моментах. То, что он имеет успех на фестивалях, я считаю, это огромная удача. Потому что я не ориентировалась на фестивале. Я считаю, что мы сейчас чуть-чуть по фестивалям сделаем в начале фильма классную надпись «Участник Московского международного фестиваля» и выставим интернет для людей, чтобы все посмотрели эту работу. Вообще цель киностудии «Наследники» делать масштабное кино зрительское, которое будет показано во всех кинотеатрах страны, которое потом будет уходить за рубеж. Мы хотим производить фильмы, которые нравятся зрителям, которые пользуются у них успехом. Это, я говорю, не о кассовости фильмов. Я думаю, когда создаю фильмы, не о кассе, а о том, чтобы понравилось. Потому что количество зрителей – это все равно показатели качества фильма, согласитесь, потому что происходит сарафанное радио. Я хочу, чтобы о нашей Ивановской киностудии действительно узнал весь мир. И мы сделали первый шаг, потому что каждое 88-е – зрительское кино. Я уверена, что когда мы вложим интернет, это будет определенный бум среди людей. Не уверен, что я сейчас правильные слова подбираю, но суть вы поймете. Совершенно правильно, если вы будете сейчас определенное время эксплуатировать, вот так я скажу, я сомневаюсь над этим словом, вот этот свой успех, что вы стали участниками Московского кинофестиваля. Вы же сами признались, что теперь будет немного легче, что люди будут смотреть на вас по-другому, что, может быть, можно будет находить чуть легче и определенные финансы для будущей, как вы сказали, масштабной работы. Но наша психика, она настолько устроена, что сначала, когда происходит вот эта вот первая эмоция радости, мы всегда сами же немножко перчинку-то в будущее и вносим. Вот у вас нет такого испуга, что вы вроде уже начали следующую работу, но теперь ее нужно полностью перевертывать, потому что планку вот так вот неожиданно вы себе уже задали совершенно другую. Как-то раз я посмотрела интервью Кристофера Нолана. Он сказал, я каждую свою работу снимаю как последнюю. Я решила жить по такому же принципу. Когда я начинаю работать над каким-то сценарием, я думаю, так, какой бы я фильм сделал, если бы это был мой последний фильм в жизни, вот у меня есть последний год, что бы я сняла? Вот отталкиваясь от этого, почему-то легко получается писать искренне, по-настоящему честно, по-настоящему может быть сильно, потому что думаешь, что как последний раз. Скажу так, я пропустила школу в ГИКа. У меня нет классического образования в сфере кино. Я сразу начала учиться у мэтров. Я смотрела на Кэмерона, раскладывала его фильмы по кадрикам и пыталась понять, как это сделано, и по таким принципам снимала свои работы. Сейчас, когда мы приходим в школу, слава богу, нас не стараются загрузить, пять лет сжать в два месяца. Нам стараются рассказать те принципы, которые нам помогут над картинами именно зрительскими, то есть именно зрительского формата. Приходят люди, которые практикуют эти методы. Вот приходил Николай Лебедев, он сделал «Легенду номер 17», он сделал «Экипаж», и он рассказал, как сделать так, чтобы зрителям понравилось. Я очень многие, например, методики работы с актерами возьму без стыда, потому что они мне очень нравятся. Вы еще не знаете тот день и тот час, когда вы войдете в зал как автор этого фильма, ну и как зритель в том числе. А вы будете той же технологией придерживаться, когда вы отвернетесь от экрана, а будете смотреть на зрителя вашего фильма, который уже будет московский, столичный, приезжий и уже другого уровня? Будут показы в Москве. Пойдем туда целые делегации. Я уже чувствую, какая соберется команда, потому что собирается Сергей Николаевич Бадюк, собирается Яндальцев туда пойти. И актерский состав команды. Я уверена тоже, что еще в Москве найдется много людей, которые нас поддержат, которые придут. Я уверена, что, как всегда, все будут радоваться, а я буду поглядывать на зал в ожидании реакции все-таки. Смеются ли, плачут ли. Мне это очень важно. Я должна понимать, в правильном ли направлении я двигаюсь. Вы всегда были откровенны и честны в своем творчестве, как мне всегда казались, были откровенны и честны в наших разговорах предыдущих. Тогда настаиваю на этом, на последнем вопросе. Вы мне тогда в декабре сказали, что я уже работаю над новым фильмом, который вы, по-моему, определили, как офигенное кино будет. Отказывайте сейчас от этих слов, вспоминайте их и немножко приоткроете вот то, что сейчас режиссирует, сценарирует Дарья Лебедева. Скажу так. У меня был моральный выбор. Снимать кино поскромнее, как обычно идут начинающие режиссеры. Нечто камерное, например, с тремя актерами в квартире или с ограниченным количеством актеров. Ко мне пришла идея мирового масштаба, и я не могу ее никуда прогнать. То, над чем мы сейчас работаем, я думаю, поразит не только Иванова, поразит вообще всю Россию. И локациями, и посылами, и актерским составом. Так что готовьтесь, мы вас удивим. Я тоже искренний человек и абсолютно искренне вам желаю всяческих успехов. Спасибо за вашу номинацию на Международном кинофестивале, спасибо за эту программу. Ну и спасибо вам за вашу работу и ваш оптимизм, энтузиазм и знания теперь. Я благодарю, с вами прощаюсь. Нашим призом напоминаю, что у нас в гостях была режиссер киностудии «Наследники» Дарья Лебедева. Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. До свидания. Всего самого доброго.